Ровность, уклон и в целом качество проезжей части под пристальным контролем. Активные неравнодушные жители Самары вместе с экспертами проверили новое асфальтовое покрытие на улице Лесная. Ремонт там проводился в рамках приоритетного федерального проекта. Как было до и как стало после, мнение пешеходов и водителей выслушали наши корреспонденты. Вдоль и поперек измерили улицу Лесную в Самаре. Здесь прошла общественная приемка дороги после ремонта по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Под присмотром жителей и представителей некоммерческих организаций сотрудники муниципального учреждения дорожное хозяйство проверили ровность и уклоны к ливневым канализациям. Нареканий по ровности нет. То есть все просветы в пределах допуска, все уклоны к ливневым канализациям, то есть они соблюдены, вода на данном участке отводится. Участок Лесной от Волжского проспекта до Полевой отремонтирован в августе. Длина участка около 350 метров. Кроме нового асфальта здесь заменили 30 смотровых колодцев. Контроль качества велся с самого начала работ. Распределено между членами регионального штаба. И поэтому у нас контроль является многоэтапным и многокомплексным. Еще из-за того, что многие члены обладают разными профессиональными познаниями. Поэтому мы тоже смотрим в штабе на именно всех этапах и тоже по нескольким категориям. До ремонта, по словам местных жителей, здесь невозможно было ни пройти, ни проехать. Ямы на дорогах, огромные лужи после дождей. Жильцы домов шутили. Можно хоть лодку покупать. Сейчас тут и пройти можно, и проехать, и свободно. Сейчас, конечно, в хорошем состоянии дорога. Мы ходим часто гулять. Здесь вообще дорога плохая была. Сейчас очень хорошая. Мы рады, что сделали дорогу нам. Что гулять можно. На той стране всегда лужи были. Дороги разбитые. А сейчас какая-то самая-нибудь? Я бы на отлично. Улица Лесная приведена в порядок полностью. Участок от Осипенко до Северо-Восточной магистрали отремонтирован в прошлом году в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Также под пристальным контролем общественников. По их словам, они продолжат следить за качеством дорожных работ в регионе и в будущем году. Владимир Маркин, Руслан Шарипов, Алексей Гриднев. Новости губернии.